Всех приветствую! Сейчас вам будет предложен для просмотра видеосюжет по изъятию номеров. Сегодня, выходя из здания суда, где у нас было цирковое представление, на проезжей части мы увидели патруль ГИБДД, интуитивно поняли, что он по нашу душу, и для проверки решили поехать по другой дороге, проселочной. Как всегда, за нами организовалась погоня, дорогу перегородил экипаж, так называемый, ДПС. И то, что происходило, дальше вы увидите. Но, что интересно, наше понимание из происходящего, то, что пониже, помельче ростом, с красным лицом, обветренным ветрами, это был настоящий ГИБДДшник, не обученный, скажем, юридическим тонкостям, тот, который действительно работает на дороге. А второй, высокий, крепкий, плотный мужчина, мы так поняли, что это был административный сотрудник с белой, светлой кожей, не обветренной ветрами. У него, значит, была просрочена лицензия на ношение оружия, вот, и кобуры у него не было, что, в принципе, тем, кто в нарядах уличных выступает, не положено, да, без стабильного оружия находиться. Вот, так что, я думаю, его приставили, приставили этому уличному, потому что тот бы не справился. Вот, то есть был объявлен, видимо, план перехват, вот, по отлову таких ценных кадров, как мы с мужем. Вот, потом там подбежало подкрепление в виде патрульно-постовой службы. Вот, ну, в принципе, не надо ругаться, ах, они такие, сякие, то есть, понимаете, ну, что делать, работа у людей такая. Изымать то, что им прикажут, несмотря на то, что у них отсутствует полномочия в виде доверенности, которая у них должна быть, и мы все про это уже знаем. Здравствуйте. Здравия желаю. Как-то разоконистки. Вот, пожалуйста, у нас есть. И, поверьте, пункт 84.13. 664 приказ. Ваша доверенность и пеномочия. Давайте 615-й лучший приказ изучим. Пункт 53. Я не водитель. А ты выйди, встань пешеходом. Че ты как, непонятно кто. Встань пешеходом. Это автомобиль. Автомобиль является тратим пеномочия. Ваши пеномочия. Удостоверение, кем когда выйду. На доверенности, руководство. Не надо кричать. А вы что, за нами в догонку поехали? Я вам сообщаю, что госномера находятся в розыске. В розыске? В розыске. Машина с мета с учетом. Вот мое удостоверение. У вас деятельность открыта? Открыта сегодня. Ну, давайте, показывайте. Это мой же дом. Ну, если открыто, показывайте. Читай вслух. Адельев Андрей Викторович, лейтенант полиции, инспектор ДПС. Все правильно, я вам представился. Действительно, 22 января 2020 года? Нет, здесь посмотрите, с другой стороны. А вот справа что? Здесь, начинайте когда, а здесь? У вас удостоверение недействительное. У вас удостоверение недействительное. А ты сообщил, что у него удостоверение недействительное? А правильно? Там печать не по ГОСТу. Да, она недействительная. Да. У вас печать не по ГОСТу. От юридического лица. С вашей точки зрения недействительное. Товарищ водитель, я вас правду. Я не водитель. Он не товарищ. Гост свинейный товарищ. Может придеть мне водительное удостоверение? А вы кто еще раз? Ваши полномочия. Я инспектор ДПС. А я хочу, чтобы вы попрыгали здесь, не станцевали. Нет, я не буду вам прыгать. А что так? 615-й приказ Колокольцева. Я вам пока ничего не собираюсь. Пункт 53. Ваши полномочия. 615-й приказ Колокольцева. МВД. Пункт 53. Приказ номер 615. Я не водитель. Он пешеход. Я не водитель. Он, смотрите, он на земле стоит, своих предков. Поверение, свидетельство о регистрации данного транспортного средства. Я не водитель, а также страховой пользы, пожалуйста. Ничего вам не предъявляю. Документы можно ваши? Нет, нет. Мы не удостоверились, кто вы. У вас полномочия нет. У меня есть полномочия. Доверите, нет. Сейчас я все документы достану. Вы совершаете противоправные действия. Если я совершаю противоправные действия, можете звонить дежурную часть. Да я не собираюсь никуда звонить, мне до вас доверие. Либо на телефон доверия и сообщить, что я принимаю противоправные действия в отношении вас. Ваши документы. Сейчас я вам покажу машину. Даже от вашей фирмы, от организации коммерки Светлого, вы для доверенности нет. Единственное лицо, имеющие право действовать без доверенности. Перекрыли нам выезд. Перекрыли выезд. Вы сейчас препятствуете нашему передвижению по нашим землям. По землям народа Руси. Чьим потомком я являюсь. Вам смешно? Нет. А вы знаете, что вы оккупант? Я оккупант? Да, вы оккупировали мою землю. Вы оккупант? Вы оккупант. Да, вы оккупировали. У вас нету волномочий, у вас нету доверенности. От Алая, да? От Романова. А Романов вообще ГИБДД сейчас уже не числится структурным подразделением МВД. От 20-го числа 6-го месяца 12-го года. Доверенность, подтверждающая наличие представителей прав, действует от имени органов внутренних дел. Где у вас доверенность? Доверенность где? Я уже неоднократно слышала. Ну, слышали. Вы понимаете, что ваши требования незаконны? Такие же Российские Федерации. Мы не граждане. Ах, что же вы? Вы читали закон о гражданстве? Статья 41.2 под пункт Г. Человеком. Лицейшим. Не кричи поспокойнее. Лицейшим, приобретшее гражданство на основании федерального закона о гражданстве 2002 года, но получивший ранее этого паспорт, не является и не может в дальнейшем никогда являться. В данном российском федературе можно выбрать все. Ваше Величество. Мы все. Да. А имя у вас есть? Просто Атей. А имя? Атей. Атей? Атей. Атей? Атей, да, Атей. Атей? Да, Атей. Атей. Да. Мне нужно ваше владельское представление, как и управление данным автомобилем, так же, седейство регистрации. А вы кто? У вас нет полномочий. Вы не предоставили. Вы попрыгаете, не станцуете. Но вы не предоставили. Мне таких же полномочий, как у вас от меня. Вот вы не предоставили. У меня есть выписка вот при себе с налоговой. Нету. Покажите, где это написано. Покажите приказ, давайте его изучим сейчас. Нет у вас полномочий, у вас доверенности нет. Передайте, пожалуйста, мне. Давайте приказ вас изучим. Вроде отказано. Вредительство, регистрация, тогда по 19.3 за 1 по 2 выгодите. Нет, нет, нет. Не можем быть привлечены. Потому что вы своей полномочий не предъявили. Вы говорите, что у вас зовут Атей, правильно? Атей, там мы выясним. Атей вы, либо Дмитрий, либо Сергей, владель полиции. Мы тогда выясним. Есть ли у вас водительское удостоверение. А, ему нужно удостоверение личности. Нотариальное достать. Какую нотариальную? Нотариальную мою. Рот Атеев? Нотариальную, нет. Обычную. А, ну вот любую давай. А зачем? Кто он такой, чтобы ты ему что-то показывал? Они сейчас по беспределу хотят мою личность установить. На трое суток меня закатать. Ну пусть закатывают. Ну пусть закатывают. Потом они за это отвечать будут. Он своей же полномочия не предоставил. К тебе подходит какой-то ряженый в зеленой жилетке. Понимаешь? Он тебе не предоставил полномочия. С какой перепугу ты ему что-то будешь показывать? С какого? Это обычный прохожий на улице. С... Транспортное средство. С цирковыми нагалками. Возвращение номера находится в розыске. Также. Покажите. На данное транспортное средство. На что вы ссылаетесь? Ориентировка. Вам еще достаточно это? Нет. Ну вы показываете. Я не должен вам показывать ориентировку. А вы Конституцию читали? Это служебно пользу. Любой документ, все что затрагивает интересы лица, должно быть подтверждено документами. 24 статья Конституции. Вы сейчас ссылаетесь в автомобиль в ориентировке. Номера показываете. Номера в розыске. Ну показываете этот документ. Бывший владелец транспортное средство снял ее с учета. И что? И что? Ну снял, да. Владелец, но не собственник. Бывший владелец данного транспорта. Владелец это не собственник. Который был в собственности. Он снял ее с учета. Ну, правильно снял. Снял с учета. И номера автоматически идут в розыск. Так же, как и СТС. Я вам говорю. То, что вы мне предъявите документы. Я измыл в ваши номера. А у вас регламента нету. Простите, вы можете не перебиваться? Да. Я измыл номера и СТС. И все. И вы поедете дальше. Я вас задерживать не буду на этом. И вы поедете. И все. Вот. Я вас исклонял к разумному диалогу. Я вам и говорил. Вы мне даже послушали. Если у вас нет полномочий. И мои вы не признаете. Значит мы общаемся. Ищем способы взаимодействия. Не в правовой платформе. А просто как люди. Один человек говорит другому человеку. Мы вас не видим, инспектора. Я тебе говорю. А вы полномочий. Я говорю. Пускай они их скрутят. Мне нужно. Мы свои общины сейчас поставим. Будем на них ездить. Дождите. Вы можете потом поставить любые номера. Не без разницы. Только если вас после этого остановят. Вас привлекут за это. Не, не привлекут. За подложенные номера. А как это подложенные? Это номера нашей общины будут. Если вы транспортное средство поедете. Зарегистрируете. Поставите на себя на учет. Тогда вопрос к вам никак. Это не будет. Конечно же не поедем и не поставим. Я вам просто говорю. Вы нам протокол изъятий дадите? Конечно. А у вас регламент есть? Я вам и копию предоставлю. Конечно. Это в обязанности. А доверенность? Когда у вас нету доверенности, вы не имеете права это делать в принципе. Давайте не будем друг друга перебивать. Я вас... Ну, давайте. Друг друга перебивайте, меня перебивайте. Нас устраивает вариант, что они изымут номера? Я просто изымаю номера и СТС пластику. Даю вам копию. А СТС чью? Подождите-ка. Машина вот эта. А у нас ее нету. Поездка это на регистрацию. Так у нас нету. Небольшая, которая небольшая. Ну. А которая маленькая пластмассная. Так у нас ее нету. Как вы ее извините? А как же вы машину тогда купили? Вы покупали? Да я ее выкинула в мусорку. Все там же не моя персона, а персона неизвестного лица. Как же вы управляете? Я отлично управляю. Я прекрасный водитель. А знаете, как хорошо управляю? Вы плохой водитель. Я про это вам никогда не говорил. Правильно? Я даже вас не касался как водителя. Да. Ну. Зачем мы вам будем устраивать? Я управляю в естественном праве. Не из-за чего. Просто выдавайте просто скандал. Я вам сразу. Я вам подошел, представился, вы начали телефон у меня снимать. Я вам даже суть дела не объяснил. Вы меня начали снимать. Потому что вы все по беспределу действуют. Давайте я констатирую факт. К одному. Вот в нейтральных водах плывет судно. И на нем флаг какого-то государства. Условно говоря. И по этому флагу его идентифицируют. Номер на автомобиле это то же самое. Если он не стоит на учете в Российской Федерации, значит у него это фигни быть не должно. Правильно? Что-что? Если он не стоит на учете на регистрации в Российской Федерации, значит у него это быть не должно. Если машина снята с учета, тогда номера должны изъяться. Ну, с козыдует. Изымайте по беспределу. А как по беспределу? Изымайте. Нет, нет. Не, 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 а зачем? А по какому? Пусть омывают по беспределу. По такому же, как вы действуете без полномочий. Изымайте. По какому беспределу? По беспределу. Так же, точно, так же Во-первых, владелец этой машины Моя персона, чтобы вы понимали На данный момент, да, когда вы заключили договор Купли-продаж, вы являетесь владельцем Не я, а персона Ну, персона ваша, я не знаю, как вы себя считаете Так вот, смотрите Я вам просто говорю Бывший владелец этого, у кого вы приобрели ее Автосалон Агат Вот Автосалон Агат, а кто-то ее сдал туда В автосалон, кто на ней ездил На этот автомобиль начали приходить штрафы И бывший хозяин Трансфредства, он ее снял с учета Да, верно И поэтому машина Как и все, которые Не зарегистрированы Или сняты с учета Они все находятся в базе И нельзя под любой камерой Перефиксации Фиксируется, что машина снята с учета Так же, как и вот эта Ваша машина, так же номера Они являются в розыске Находятся в розыске Как номера С какого числа? Как с какого числа? С какого числа? С какого числа? С какого числа? Скажите Я могу Просто если автомобиль был куплен 3 августа Почему вы так долго телились? Аж до февраля Подождите Хозяин он может И через год ее снять с учет Может через Хозяин по правилам У вас дается договор Десять дней Договор купли-продажи Да В течение 10 дней Вы должны поставить машину на учет Я писала Романову У персоны нет регистрации По месту жительства По месту пребывания В связи с этим Само ГИБДД не может поставить на учет Да Они не могут Они ответ прислали Что мы не можем поставить Десяти дней Бывший хозяин Ну как бы Не имеет права снять ее с учета Да А по истечении 10 дней Штрафы приходят Он может снять ее с учета Он снял? На госуслуге Да, он снял с учет Он может также через полгода ее снять А может через 5 лет Понятно А может через 10 Я вас правильно понимаю? Сейчас вы хотите снять вот эти номера Я вам про это их толку Вы мне просто Я когда вышел из машины И вы мне даже не знали ничего сказать Знаете почему? Потому что у вас полномочий нет Доверенность определяет круг полномочий Я вас просто понимаю Что у вас своя точка зрения У меня своя точка зрения Это не точка зрения Это кругозор Ну кругозор У меня с буквы закона Снимайте Но вы будете снимать по беспределу Потому что у вас нет полномочий И регламента по снятию номеров нет С 19-го года регламент по снятию номеров Недействителен Я вас услышал То, что если мы напишем протокол изъятия Протокол изъятия вещей документов Это для вас будет являться по беспределу Нет, по закону по вашему Потому что регламента А для вас это будет считаться по беспределу У вас регламент есть? Регламент по снятию номеров Покажете? Покажете? Я вам просил Мы сейчас изъимаем у вас Госпредзнаки Так как они находятся в розыске И жуткая разговорка И так же СТС Знаки вы можете изъять Но СТС не можете Она тоже самая А у меня его нету А как же вы тогда? Да, вот так вот Считайте, что она утеряна Я просто говорю Сейчас мы изъимаем Выписываем протокол И вы свободны И мы свободны И все Мы вас дальше не будем трогать Потому что номера действуют На снятии розыске Меня устраивает Только я вам говорю Вот под видео У вас как зовут? Меня зовут Меня зовут Меня не зовут Я сама прихожу Женщина Женщина Вы скажите Хорошо Можете Ален сказать Розового пластикового СТС В наличии В данном моменте нету А где она сейчас написана? Я вам сказала Там написана персона другого лица У меня его нету Мне нужно изъять А вы не можете изъять то, чего нету Правда? Потеряно Потеряно? Да Учеряно Укажете в вашем незаконном протоколе Ну незаконный Для вас незаконный, а для меня законный Да, по всем международным нормам он незаконным Понимаете? Потому что вы изначально не предоставили полномочий Это у вас Нет По международным Когда вы уже начнете? Мне нужно вводить искусствоверение Чтобы я записал человеку Что я у него забрал данные А не у кого-то там Василия Купкина, как говорится Иван Иванович Иванова Ты будешь ему предоставлять, у кого он забрал? У искусствоверение и личность Купкина, нотариальные, да? Нет Водительские права А если не права нам даны от рождения? Водительские права А нам не нужно водительское удостоверение? Водительское удостоверение Я напишу вас, что я изъял вас И все И дальше вы можете... Вы запишите просто, что изъяли у женщины, которая представилась Аля Не ругаюсь Правоведческий ликбез Вот смотрите Выписка на Алая Единственное лицо имеющее право без доверенности действовать От имени МВД Алая Владимировна Анатольевича Видите? Все остальные обязаны иметь доверенность То есть вы нам ее не показываете Вот ответы из управления МВД О том, что каждого из вас должно быть довериться Вот ответ Один ответ Второй ответ Третий ответ У вас их нету Паспорта недействительные Вот вам ответ из МВД Я вас прислушаю Форма 1П недействительная Понимаете? Что мы вам покажем? Верем Мы ездим по земле своих предков Хотите забирать? А кто не ездит по земле своих предков? Скажите мне, пожалуйста Нет, вы не можете дать что-то стоянку Машину мы не будем забирать Вы не будете... Номера? Хорошо, забирайте Нет, вы не можете, это имущество мое Водительство можно? А ты, на твое решение Ты хочешь им отдавать водительство? Ну, нотариальную, нотариальную Вот это покажи, да, это Нет, я не понял Мне нужно водительство предстоит Я являюсь... А если его нет Я являюсь Ну, тогда будет выписан штраф Его нету вообще Тогда будет выписан штраф на вас Управление транспортом без водительства предстоит А как вы можете выписать штраф? Ну, я могу выписать штраф Я не говорю, я не буду выписать штраф Личности Субъекта, не знаю, как вы говорите, чего Субъекта правоперсона Правоперсона говорит Я вас прекрасно все понимаю Я уже сталкивался с вашей общиной Уже с людьми сталкиваюсь Люди всех, есть нормальные Это как в любом... Мы тоже нормальные Ну, я же вам не грубил, ничто не говорил Правильно Именно вам тоже нет Я с вами разговариваю Хорошим Я вам говорю Мне нужно водительское удостоверение С гражданином Чтобы я написал Изъял Водительское удостоверение Изъял То есть номера И все Вот сейчас знаете, что будет? Вы нас к чему просто Вы нуждаете сами Нет, я вас не вынуждаю Нет, не вы лично Я вам просто рассказываю Под видеопротоколирование Потом это Аллаю отправлю То есть вот сегодня Вы забираете у нас номера До срегунать, правильно Да Я на них, знаете, почему езжу? Чтобы внимания не привлекать Общественности Спящие То есть ты на их судно собрался? На их судно собрался Да Я как разумный Иду на компромисс То есть вот сейчас происходит Переписывание данных Персоны Пожаловало усиление Подкрепление От прибrick 20,no ПuppС У нас прибыль Затон Пож sano Пожиное Это Чтобы Пожиное После Пожиное Ну И Спасибо Чтобы Д� У тут 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 вы записывается под вашу видеозапись я вам объявляю что вас нету сейчас действующего регламента по изъятию номеров он отменен этот регламент поэтому то что вы сейчас делаете вы делаете незаконно просто вы это знали потому что эту тему изучала да мы не будем жаловаться зачем вы же действуйте вас к этому принуждают но я надеюсь что вы это будете руководство показать чтобы руководство знала что мы знаем что изъяли не то что нету регламента по изъятию номеров понимаете нет он сейчас не действует с 19 года вот теперь передний передний номерочек снимают знаете я вам не буду я вам не буду ничего показать потому что у меня свои полномочия не показали изъятиях не буду ничего показать у меня есть страховка потому что я не хочу свои деньги платить но показывать я вам ее не буду запрос делайте в ингострах страховка и есть показывать я вам не буду не ты вписана персону твоя вы не имеете права нас ничего брать понимаете вы не предоставили полномочия ваш лично вещи я не беру а я за них платила за номера платила я платил больше нет нет я выкупила автомобиль вместе с этими номерами они входили в комплектацию автомобиля пойдемте сейчас вы мое имущество сейчас изъяли незаконно не ходи не хотели больше он не пойдет под видео записи говорит что на подпись отказался отец дайте есть и а 9 я бенефициарный владельца вот и не два быстрых знака николай 103 татя 062 с автомобиля рано каптюр вы будете подписывать что у вас изъяли гос на рек знаки у персоны вы изъяли вы будете подписывать протокол подпись отказаться правильно так смотрите вы галочку поставили это по сути уже уже отметка в этом поле какая-то отметка даже галочка является ну как бы автограф вам ничего показывать не будем понимаете страховка есть потому что я не хочу платить свои деньги если в колонце будет автомобиль в колонце дарит что персона дать до делайте сами запроса он сказал в ингострах делается запрос в ингострах вам скажет никакую страховку мы вам показывать не будем все вы изъяли но ничего большим показывать не будем на полу пусть верит мы же вам поверили я вам не брал а вы доверенность не показали позор как вот смотрите вот вы сейчас просто вы беспредел подошли и забрали номера если это был беспредел да вы забрали номера я за них платила они входили в комплектацию автомобиля но так как вы преобладаете физической силой я не могла с вами я не могла с вами понимаете а драться там или стреляться то вот и я тоже я вообще не конфликтный человек то вы молодец да кстати хочу отметить что вы очень корректно ведете вот прям на мои на мои провокации вы не ведетесь скажите пожалуйста персона отеотеевич персона да это бумажка вот смотрите это документ который вам нужен он у меня содержится у меня но я вам его не дам вы мне не давайте его из ваших рук я посмотрю что не вписан человек нет и все человек не вписан вписывается персона не могу вам дать вот смотрите я не могу вам дать знаете почему нет потому что выпал вам очень не предоставили вот как только вы начнете с доверенностями ездить мы вам прям все начнем показывать что за просто поговорить деятельность открыто открыто вот под видео протоколирование говорится еще раз говорю вот это вот страховка да это моя моя страховка я за нее деньги платила но так как вы мне не предоставили полномочия у вас удостоверение не по госту печать 2 печать не по госту самой печати мокрой нет у вас полиграфическая печать доверенность не дали но так как я не могу с вами вот рубиться из-за номера а бумагу я вам могу не показывать чисто как человек человека грамм и не переживайте вот я вам просто скажу в том что если покажите страховку то если в данную как вы говорите но персон не вписано да не вписано в страховку куда штраф будет у меня покажется вы не можете хорошо 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 пока что за ваших рук я увижу что данный гражданин страховой полис и все я больше вы вы молодец вы молодец вы психи психологически очень уравномешаны но еще раз говорю из-за того что вы не предоставили ваши полномочия я вам не буду показывать понимаете потому что мы просто будем под долгой состоянии да ну я сейчас просто разверну сюда ключ от машины у меня он вам ничего показать не сможет номера вы изъяли вот и все мы сейчас с вами разойдемся как море корабли я вам предлагаю эту часть видео я выкладывать не буду а вот нас уже просто отстанете я ушла сюда я вся на нервах еще вы со своей погоней вот давайте так с вами договоримся я не знаю что вы сюда да я сюда я и так все на нервах а еще вы тут за мной просто расскажу давайте будем никто нервничать вы не будет нервничать я уже нервничаю нервничать просто успокоимся просто покажите из ваших рук из ваш круг я не говорю мне понятно что из рук вы покажете я посмотрю что ты сам страховой полис и все я вас больше не задерживай вы можете будет ехать домой давайте так вас как звать андрей андрей послушайте вы были бы правы на сто процентов если бы у вас была доверенность и правильно составленные удостоверения прийти вот на этой основе вы имели бы право требовать страховку знаете но так как у вас этого не вы не можете требовать так как вы мне покажете страховку а я приеду в свое подразделение когда будет меняться и уточню данный в этот момент по вашей продоверенность продоверенность я уточню узнаю а я вам дальше все приказы все ответы за мвд тогда покажешь я сфотографирую да да вот держите это вам весь комплект документов когда вы можете себе вы задайте весь комплект документов где говорится про то что у вас должны быть доверенности при себе и ответы из мвд и выписки и приказа понимаете вот так как у вас этого нету вы не имеете как Rich he said estou очищает все ответы за мвд сейчас у меня изучить никол pumpkins где сказано а так как у вас на доверенности вы не имеете прав и с ними чего требовать кли masking и ногу показать могу не буду показать не хочу они хочу я буду. Понимаете? Вы и так уже изъяли у меня по беспределу номера. Но так как вы по праву сильного физически, я как более слабая. Я пытаюсь. Спрашивайте, делайте запрос в Ангострах, вам ответят. В Ангострахе делаете страховый? В Ангострахе, да. Узнавайте. Вы должны между подразделениями взаимодействовать и сами добывать информацию. С такими подразделениями? Страховыми? Да. Они не подразделениями. С организацией. С организацией юридической. Да, узнавайте. Которой занимается страхованием. Я вам сообщаю, и как человек, живущий по чести совести, я вам сообщаю, что я, если вдруг мой автомобиль попадет в аварию, не хочу свои личные деньги платить. Поэтому я всегда страхую. На общинах ли мы номерах будем или не на общинах, я все равно буду страховать. Понимаете? Мне это выгодно. Но показывать вам я не буду, так как вы не предоставили. Автомобиль можно поставить, застраховать, даже если он не стоит на регистрации. Да, я знаю. Конечно, вот когда вы автомобиль покупаете новый, он же не стоит на регистрации на учете, правильно? Перед тем, что машину поставить на учет, вы даже машину застраховать, правильно? Правильно. После этого у вас только машину начинает доставить на учет. Поэтому даже если номера будут в розыске, машину можно застраховать в любом случае. Поэтому я говорю, вы за меня, не волнуйтесь. Страховка есть. А вы изъятие тут права, вы нам какую бумажку дали? Да. А какая разница? Я сейчас обязан в любом случае. А дать-то вы должны. Да, если вы не будете сдать подписи, я обязан вам дать подпись. Да, все верно. Что там? То есть вы сами нашли, да? Да, только что нашли. Ну, вот видите, все у вас есть. У меня просто тут, смотрите. Осторожнее. Вот, посмотрите сами. У меня просто тут не показывает, тут вот написано, это средство. Да. Кто страхователь? Это вы. Да. И у меня допущено... Не я, моя персона. Не ваш персона. У меня, видите, тут допущено два человека. Да. Это не показывает, кто допущен. Ну, вот допущена моя персона и его персона. Два человека перед вами стоят. Мне нужно было... Ну, я просто вот своими глазами увижу это. Андрей! Я вам увижу... Вот мы... Вы знаете, вы не дали... У нас же доверительное отношение. У нас же с вами доверительное отношение. Вы мне доверенность не предоставили. Вы мне доверенность не предоставили. Да не будем, не будем. Надо людям доверять. Давайте уже по-доброму расходиться. Как говорится, доверяем, проверяем. Это все время. И вас могут также обмануть. Вы тоже можете проверять. Вы нас обманули, потому что у вас нету полномочий, нет доверенности. Мы не сказали об этом. Поэтому вы не можете... Вот в следующий раз... В следующий раз, когда мы с вами встретимся, и вы мне доверенность вашу покажете, я вам с удовольствием покажу страховку. Да тогда почитай, что вы мне дали. Да. Я буду уже с вами разговаривать на вашем языке. Да. Поэтому я вам сейчас просто говорю, что у меня трое детей дома ждут. Давайте уже расходиться. Мы и так с вами очень затянули наше взаимодействие. Протокол копия. Давайте, мы поехали. Мы вообще не конфликтуем, просто... Вы не конфликтуете. Я с вами тоже не... Вы молодец. Вот отдаю должное. Вы просто себя прекрасно держите. В ситуации, то есть как бы и системе противиться вы не можете, сложившиеся в вашем подразделении, организации. Это моя работа, я выполняю свою работу. Если каждый из нас не выполняет бы свою работу, тогда был бы хаос у нас здесь, везде. Смотрите. Мы бы жили без тепла, без еды. Работа. Вот именно что работа. И судьи говорят работа. И сотрудники силовых структур говорят работа. Потому что это работа. Раньше была служба. Работа и служба, которая нравится. Вы молодец. Если бы я здесь работал просто из-за того, что нужны деньги, грубо так сказать, которые нужно покушать, попить, поспать где-нибудь, жилье снять, тогда бы я здесь не работал. Я работаю из-за того, что мне нравится моя служба. Я работаю уже давным-давно, и мне вот это нравится. А вы знаете, что народ источник власти? Знаете? Да, народ. Единственный. Народ. Народ. Вот народ перед вами сейчас. Народ источник власти. Да. Я прекрасно знаю, что народ у нас... Народ постоянно делал революцию, свергал власть. Органы власти. Не власть, а органы власти. Не власть. Да, вы молодец. Вы держитесь хорошо. Просто удивительно даже. Давайте я сейчас сделаю звоночек один. Прямо две минуты. Я к вам подойду, и вы поедете. Хорошо, давайте. Специально составлены в трех экземплярах. Какие протоколы? Ой, протоколы я уже заговорила. Договора, договора. У меня договор прошит красной лентой, со всеми печати. У вас все это в вашем, на солнечной, все есть. Там и... У меня машину, когда забрали на штрафстоянку, я ее потом вернула, не заплатив ни рубля штрафа, то дежурный сам полностью, я ему давала договор, он весь его откопировал. И Рамонову я потом писала, что у вас в наличии полностью отсканированный договор. Все документы у вас есть. Поэтому я не знаю, для чего вы... Юлия Алексеевна. Нет, не Юлия Алексеевна. Вам сказали, Аля. Аля, можете мне договорку продаж показать? Вы же мне не показали полномочия. Почему я должна... Чтобы вы иметь право управлять транспортом. Ну почему я вам что-то должна показывать, если у вас нету... Я не обязана. Я не обязана. У меня даже паспорта нет. Укровление, владение. Владение, владение, да. Владение автосистем. Сейчас, подожди, Аташка. У меня даже паспорта нет, понимаете? Паспорт недействительный. Форма 1П недействительна. Поэтому я не являюсь ни гражданином, ни паспортом, ни кем. Можете показать, что вы являетесь владельцем на этом? Я могу, но не хочу. Знаете почему? Потому что вы мне доверенность не дали. Зачем? Зачем? А для чего? Для меня. Чтобы, если что, чтобы автомобиль больше не был... Чего? То вы иметь право владеть автомобилем, что вы именно собственник. Вы понимаете, что это нонсенс? А не кем-нибудь там... А у вас письмо Романова устроит? Письмо Романова, где мы с ним переписываемся? Где я ему говорю? Мне покажите. У нас не было пересечения в разных мирах. Поэтому мы сейчас будем ставить свои общинные номера. Ездить на своих общинных номерах. Как это в других городах осуществляется. А ЛАЕ мы, естественно, и Романову уведомим. Что так как нету возможности поставить к вам на реестр, так как персона отсутствует, то мы ставим на свой реестр. У нас есть свои документы. Все водительские умения у нас есть. Навыки управления, вождение. Да, навыки управления, вождение. Вот это управление. Как же вы будете тогда организовывать правила дорожного движения? Вот смотрите, правила дорожного движения Российской Федерации, они были приняты 23 октября 1993 года. Кем? Кабинетом министров правительства Российской Федерации. А само правительство со всем кабинетом появилось 25 декабря 1993 года. Через два месяца после того, как приняли правила. Как такое может быть? Не существующая организация, приняла. Да, понимаете? О каких правилах речь? Это фикция все, это юридическая фикция. Я удивляюсь, почему вы про это не знаете. То есть правила дорожного движения это официальная юридическая фикция? Прямо в интернете, в телефоне забивайте. Вы вам это покажите. Вы эту бумажку себе забирайте, я вам разрешаю. У меня их пять штук. Приложите. А вы не получали паспорт? И не буду получать, представляете? И не буду, не хочу. Из-за потери доверия. Утраты. Утраты, да. Из-за утраты доверия. Чего? Чтобы она двигалась. Как вы не знаете, как вы не понимаете? Я сказала, мы свои номера будем ставить. Мы будем ставить свои общинные номера. Он никто не говорит, не против. Ставьте, хоть кабриолет сделайте. Я вам не запрещаю. По правилам закон будет это нарушение. Андрей, самое главное, что вы должны понять, что мы живем по чести совести. Понимаете? И в духе братства. В духе братства к вам. Я вас услышал. И всем это передайте, заинтересованным. Я вас услышал. Таким же, как вы, в зеленых живетях. Заинтересованность. Жить по чести и совести. А у вас задача ловить тех, кто мешает людям жить нормально. Мы не за числа. Ладно. Мы наоборот. Все, прощаемся. Все, да, прощаемся. До свидания. Спасибо. Да.